Мы с тобой капитан этого корабля, мы уверены, что это рапидио, мы профессионалы, просто на опыте жёстком. То, что вот типа бесконечная копия версии себя... Блин, на английском это безумно сложно, конечно, понимать. Но это же нифига себе, все погибли, все, абсолютно все. А, там прям чё-то красное должно быть, нифига. Чпойнк, всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстр, и добро пожаловать в новенькую игрушку, которая называется The Alters. Сегодня мы с вами поиграем в демо данной игры. Судя по описанию из стима, выйти она должна до конца 2024 года, хотя, возможно, перенесут. И она, соответственно, у нас будет иметь русский язык, а также очень интересное описание, которое я тебе сейчас и зачитаю. Собственно, что это вообще за игра? The Alters. Откройте для себя эмоциональную, научно-фантастическую игру с элементами приключений, выживания и строительства. Присоединяйтесь к Яну Дольски, это какой-то чувак, обычному рабочему, который создаёт разные версии себя, чтобы покинуть смертельно опасную планету. Так уж выдалось, что сейчас реально популярно довольно делать игры в тематике космоса, которые, сказать по правде, мне не очень нравятся. Но, возможно, эта игрушка станет исключением, и мы с тобой реально кайфанём, играя в неё. Также хочется отметить, что игрой занималась компания 11-Bit Studios, которая делала Индику, которая действительно недавно вот буквально вышла в свет, хайпила про наш этот весь русско-славянский фольклор. Вот, поэтому здесь, возможно, тоже действительно будет что-то очень хорошее. Нажимаем New Story и погнали. Игрушка также доступна на джойстике, посмотрим, может быть, поиграем на нём. Мы действительно не знаем, но мы это чувствуем. Это сестра-корабль нашей жизни, а тут только на английском или на китайском, именно демка, которая собирает довольно разную рутину. В то время как солнце поджигает и оставляет с собой острова. Томас Трансформер, ага, Томас Трансформер. Окей. Чё? Какая сцена хорошая, прям кинцо смотрим. Моя целая жизнь. Падения и взлёты. И, наконец, я здесь. Привели меня к этому месту. Далеко от дома, далеко от кого-то, кого я знал. Путешествие, которое вообще неизвестно. И это дистанция. Сайт это... Сайт в Counter-Strike и Плэн. Ээээ, сторона, сайт. Часть рандома, которая должен следовать. Был ли здесь какой-то другой выход? Или путь? Сейчас? Я не могу сказать. Конец ли это дороги? Или... Это просто очередной бренчинг. Наверное, очередной бренчинг. Иначе мы бы с тобой не играли. Окей, играем, кстати, на ультра-настройках. Вообще зашибись. 500 миллиардов FPS с тобой имеем. Оптимизация хорошая. Жалко, конечно, что реально демку пока не перевели на другие языки. Да, скорее всего, не переведут уже. Но полноценный релиз, да, судя по описанию Стима, будет иметь очень много языков. Пролог. Ой, оптимизация немножко прологала, но ничего. Это у нас карта с тобой, скорее всего, прорисовалась. И вот, собственно, наш главный герой вылез из своей капсулы, приземлившись на действительно какую-то необязаемую планету. Это было ужасное приземление. Ля, ну это какой-то Dead Stranding 2, что ли? Долски здесь. Ты меня читаешь? Кто-нибудь? Ну, здесь как будто реально будет в кайф поиграть на джойстике. Мне нужно разобраться, что же произошло здесь. И, собственно, да. Играть мы с тобой можем. Так, у нас какой-то красный свет фигачит. Это, я так понимаю, фаер, который, возможно, нам указывает путь, а, возможно, и нет. Так, сразу же обучалка. Мы можем, соответственно, передвигаться, вращать камеру. Ну да, слушайте, как будто чисто прям игрушка для жойстика сделана. Так, прыгать пока что я не понял, как-либо мы не умеем. У нас есть супер бег. Экстренное падение из моей капсулы. Я должен осмотреться. Так, РТ, чтобы бегать. Как я уже умею. Привет. Ты меня читаешь? Это Джандольски. Я, как бы, приземлился безопасно, но моя капсула расфигачилась. А, и, собственно, мы с тобой по этим красным штукам и пойдем. А, возможно, радио также сломано. Возможно. Кстати, прямо сейчас напишите, как бы, в комментариях, как тебе вообще тематика космоса, как тебе игры, связанные с космосом. Меня они немного отталкивают тем, что все эти игры с космосом, они, как правило, очень и очень длинные. То есть там прохождение игры, если она сюжетная, часов на 20, на 30, ты уже там преисполняешься, тебе постоянно нужно что-то лутать. И вот, скорее всего, эта игрушка будет такой же. Но просто вот эти вот все психологические вопросы, замыслы, меня, если честно, привлекают. То есть это что-то по типу Алан Вейка, вот таких именно игр. О, нет-нет-нет-нет, это же Капитан, черт. Это его друган в капсуле. Что за хрень? Немного я могу сделать для нее сейчас. Я должен найти остальных. А, ну, скорее всего, это, короче, его подруга, которая... Или же друг. Которая, короче, разбилась. Но раз он сказал her, наверное, это все-таки она. И вот она разбилась, к сожалению, на этой капсуле не вышла, и все, пипец. И он говорит, что, типа, я сейчас ей ничем не помогу, нужно искать других. Что, в принципе, как бы логично, согласен. Че произошло? Она не разбилась. Капсула интакт. Выглядит, конечно, что она как будто умерла внутри этого. Но я этого не приму. Да. Ну и, собственно, вот нам с тобой внизу также пишут, что работа в прогрессе, это, типа, не финальная версия. Все это будет дорабатываться, улучшаться, естественно. Мобильная база. Наконец-то. Так, и как нам спуститься? Дольский здесь. Кто-нибудь слышит? Если ты меня слышишь, я нахожусь на базе и постараюсь спуститься вниз прямо здесь. Ух, нихрена себе, а что это за фигня? Это парашют? Так, он постарается спуститься, да? Возможно, нужно поближе куда-то подойти, мне нужно продолжать двигаться. Так, ну... Пошли тогда как-нибудь здесь. Пошли этой дорогой, да? Наверное, самый логичный путь. И вот честно скажу, прям... Вайп такого... Эээээ... Такого этого, симулятора доставщика от Кодимы. Но возможно Это просто первый взгляд И возможно на самом деле здесь намного глубже все Капсулы? Что? Что? Подожди Типа все капсулы разбились и он только один выжил Но нет, это невозможно Они не могли быть Да, короче все разбились, охренеть Ну почему? Вот это вопрос кстати, это значит что плохо тестировались все эти капсулы Перед отправлением Это вообще какая-то хрень Перед тем как лететь куда-то, фигу протестировали Это же небезопасно, нифига себе, люди погибли Но мы при этом выжили А возможно нифига себе Так, радиация Радиация, радиационная волна Черт, нужно, мне нужно побыстрее к базе идти Да, каким образом? А я прыгнуть могу? Так, не могу Нам скорее всего вот сюда Окей А возможно это мы с тобой уже начинаем В тихоньку строить теории Что типа это он тоже разбился И это все происходит в его сознании Он находится в какой-то, может быть он уже погиб Может быть он находится в какой-то Супер фантастической, я не знаю, там коме Либо же в обычной человеческой И вот это вот все ему привидится Короче Но это же нифига себе Все погибли, все, абсолютно все Очень много капсул А мы с тобой выжили Это как бы на определенные мысли Так же надвигает Да, лифт Быстрее Окей Ну же, ну же Так, ну там волна уже прям практически пришла А, все нормально, успели Едем, 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 едем О, это было близко Я, кстати, не знаю, что по хронометражу у демки Но я надеюсь минут 30-40 то точно поиграем День 1 Ох, нихрена Привет Слушайте, это прям реально Выживалка Кто-нибудь здесь? Охренеть Мы с тобой снизу видим сразу же Наши параметры Кто-нибудь дома, новое задание Найти комнату коммуникаций А я в душе не чаю Где она? Так, у нас, собственно, есть Металл Какой-то муж Органика Еда И радиационный фильтр Это все, скорее всего, мы будем лутать Каждый раз мы будем возвращаться На базу Ты должен контактировать с землей Перед тем, как выйдешь с базы Логично Так, это лифт, на который мы приехали, да? Так, пока вызвать не можем Так, наверное, вот отсюда мы должны звонить Система оффлайн Фигово Охренеть Это уже какой-то шелтер То есть мы сможем достраивать Это все Блин, на английском это безумно сложно, конечно, понимать Но мы можем это Передвигать Прикол Так, давай вернем назад Мне кажется, игра и так знает, как нам лучше Так, нам нужно связаться Найти коммуникационную комнату Это у нас, типа, переделать что-то Это у нас оффлайн Какие еще есть вообще варианты? И, скорее всего, мы дальше сможем достраивать Какие-то еще одни комнаты Новые Которые будут иметь свой, как бы, функционал, естественно Подожди, может быть, нам все-таки реально спуститься вниз? Просто больше, как будто комнат-то и нет А-а-а А-а-а Ух ты же, ни хрена себе Так, бортовой журнал Database, tutorials Хорошо, ну вот мы сейчас, собственно, как бы с тобой туториалы проходим Здесь можно поспать Здесь можно поспать Тем самым восстановить энергию Проскипать время Ну, в принципе, как и в любой выживалке А есть также будильник Который можно поставить, чтобы проснулся Я не хотел спать, дружище Ладно, видать, игра такая Посмотри, как здесь, собственно, можно спать день-два Только у меня задание, в смысле, связаться с коммуникационной комнатой А у меня уже день-два Так, коммуникационная комната Мне, вроде, кто-то звонит Телефон вон слева горит Наверное, да Так Это мы еще ниже спустились Нет Да Самый нижний этаж Это у нас с тобой хранилище Которая, кстати, заполнена сейчас наполовину 23 из 48 То есть, получается Тут у нас пока ничего нет Получается, что Может, вот это Нет, радиационный барьер какой-то Короче, блин, реально Вот еще такие игры меня пугают тем Что в них нужно столько всего Вообще понимать Столько времени тратить Чтобы разбираться в этом Наконец, коммуникационная комната Здравствуйте Если ты играешь Да И ты понимаешь, что ты, блин, можешь в ней 30, 40, 50 миллиард часов провести То, конечно, это круто Разобраться, вникать Тем более, если тебе нравится тематик космоса Всякие эти выживалки Но просто для записи Это реально проблематично Потому что тебе там, грубо говоря Чтобы, не знаю Дальше продвинуть Тебе нужно 2-3-5 часов лутаться Бегать И только тогда ты можешь что-то сделать Такое для записи не очень Привет 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 Кто-нибудь меня слышит? Это Статика с другой стороны Ничего более Мэйдэй Мэйдэй, мэйдэй Кто-нибудь? XDHZ Ага Кэнхир Так, я не капитан Это новый капитан Конечно, новый капитан Алло, я здесь на базе Отлично, да Это новый капитан Миссии, говорит Джандолски Корпорационный ID 467-2B Я боюсь, что Капитан погиб Вместе с остальным экипажем Статика Курсор Ослепнет Экран Привет Ты можешь меня отсюда достать? 849 Эмитентная опасность Время А чё за опасность? Что ты имеешь ввиду? Статика И Сумасшествие Странные звуки Разговаривай со мной Что за опасность? Планетная активность растёт Дни Идут к Летальным значениям Инструкции логарифмов F34 Ооо, нет-нет-нет-нет-нет-нет Не издевайся надо мной Летальные значения Вместо квантума Этой системы Бесполезный квантум Точнее Чё с этим делать? Глиссе Звезда Должен выбраться Proximity Ты имеешь ввиду Звезда Которая пришла И Спалил эту планету? И просто У меня есть Некоторые дни Чтобы выбраться Это всё правильно? Подтверждаю Закат А, закат Точнее, восход Sunrise Это восход вроде, да Так, ну собственно Выполнили мы Это задание И у нас появилось следующее Следовать Эвакуационным инструкциям В мануале А, я также могу сделать Вот таким образом Зайти в мануал И чё делать? Охренеть Эвакуационная процедура Refueling the base Manufacturing necessary equipment Securing food supplies Короче, нужно Чё-то с топливом сделать Взять необходимое Оборудование И еды Окей Escape the sun Найти шесть металлов Снаружи Охренеть Я вообще Это демо-то пройду Ха-ха Потому что тут вообще С переводчиком Очень сложно И опять же Это ещё одна проблема Игр про космос Потому что очень много Сложных слов Непонятных Так, ну давай Чисто по логике Нам нужна Нам нужна еда И нам нужен Эквипмент Эквипмент вроде как здесь Ну да Теперь он доступен Мы можем что-то А, нет Я просто взял и вышел Отсюда Отсюда мы Собственно Выходим С базы Окей Так И Где мы будем Искать Шесть металлов Но я оборудование Это не взял Нифига Так Нажми Чтобы открыть Карту Отлично Вот у нас Карта Ну кстати Не такая уж и Большая Это я так понимаю Переход к следующей Локации Что написано было Тихо Медиум Чего Медиум Клайм Ну допустим Так, короче Скорее всего Эти металлы Должны как-то Выделяться А, вижу 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 Скорее всего Вот это вот Да Или что-то красное Слушай Выглядит как будто Это что-то С корабля Упало Ты про красное Что-то Красное Выглядит Вообще Не как Что-то Упавшее А, это Какой-то Камень Возможно Это металлы Ну все Добываем Два 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 Все Сделали Построить Воркшоп В командном Центре Ага Так, давай Сразу с тобой Сбегаем Вот к этим Синим штукам Посмотрим Что это такое То есть Это реально Игрушка Прям Прям вот Выживалка Добывалка Продвигалка То есть здесь больше Именно геймплея Чем сюжета Скорее Так Органикс Хорошо Надо взять Пока что мы здесь Так Для этого нужно Нужна энергия Нужно чтобы она Восстановилась Или что Типа стамина Кончилась Или типа Мне не хватает Нужно поспать Я не очень пока понимаю Так Так ну У меня самое интересное Слева внизу Раз Два Три Четыре Пять Шесть палочек Энергии Но что-то лезть он особо не хочет А вот сюда Можно Не Сюда тоже нельзя Так Окей Значит пока что Наверное Рановато Рановато Пока нам туда В таком случае Может быть Добудем вот здесь Еще заодно На эту штуку Нам хватит Энергии А это собственно Не добывается Это еще пока Не такая Крутая скала Где можно Что-то добыть Ну окей Тогда давай Вернемся на базу И попробуем построить Реально воркшоп В командном центре Воркшоп От идти в мастерская Так А это с другой стороны Да Тихо Че Какая-то иконка появилась Время кстати Очень быстро идет Че это А это гроза Да Погодка на этой планете Конечно просто жесть Вот нельзя было нам Приземлиться Знаешь на какую-нибудь планету Где Солнышко Море Пляж Нет Нужно приземлиться В самую жесть Так Строим мы собственно Вот здесь Билд Воркшоп Так Воркшоп Собственно нам нужно Бахнуть куда-нибудь Куда-нибудь Может вниз Вот сюда Да Или Не сможем мы сюда Бахнуть Наверное вот сюда Вбок Ну конечно Так Мы сейчас где Командный центр Ну я думаю К нему и приделаем Воркшоп Замечательно Вот сразу сюда Отлично Так Что мы можем Делать теперь здесь Мы можем Собственно Делать предметы Я так понимаю У нас есть сканер Который походу Будет изготавливаться Одну минуту Да Так 0% А как запустить Это все Change Order Remove А бы хотеть Чтобы я кирку Сделал Или что Так Крафт И сканер Так Ну сканер у нас С тобой есть Как его крафтить Так Надо Четку Отнажать Может быть Или Куда-то Положить Что-то Во Поехали Нормально Окей Сканер готов Фундаменталс Какие-то Что за Фундаменталс Вот Сканер Отлично Теперь нужно найти Органический Депозит Зону Для этого нам нужно Скорее всего Снова отсюда выйти Да И уже вот здесь Искать Органическую Эреозону Первый шаг Чтобы сканировать Глубокие Депозиты Чтобы найти Такую зону Они имеют Голубой дым Так вот же Голубой дым Мы знаем Только у нас энергии Не хватает Давай поспим Давай короче поспим Я реально не знаю Чего он ругается По мне так реально Вся молния Которая нужна Нам Она присутствует Но на всякий пожарный Чтобы просто Несколько раз Не ходить зря Мы поспим Такс Ну честно скажу На русском языке Здесь конечно будет Намного Проще В это все дело Играть Но Но короче Посмотрим Да как она уже Выйдет на самом релизе Вот часто бывает Что разработчики Всю душу Просто вкладывают В демку А потом Когда выходит Полноценный релиз Оказывается Что почему-то Офигенная демка Вдруг превратилась В какую-то Непонятную парашу Вот Так Тихо Хорошо Давай спать Так Поспим Я думаю Сколько Поспим Наверное Часиков Часиков 7 Надеюсь Это восстановит Нам Что-то Было бы Славно День 3 А И видишь Здесь реально Есть какой-то Отсчет То есть У нас Будет Закат Он Случится Через 7 Дней И типа Если мы не успеваем То все Мы все Проиграли А если успеваем То молодцы Красавчики Соответственно Можно Так Это не сюда Соответственно Можно Дальше Следующий Там я не знаю Закат ждать Или что-то в этом роде Ну короче Окей Синий газ У нас где-то в той стороне Давай мы туда с тобой сбегаем Блин Если пролог Типа До вот этого заката То это очень долгий пролог Я думаю Что реально Мы с тобой в среднем В среднем Поиграем Наверное Минут 30 И Ну как бы Нам это должно хватить Чтобы понять Нравится Нам не нравится Да что за бред то Как туда залезть Вот как мне теперь выяснить Как мне получить Вот эту вот Драгоценную энергию Каким образом Я потому что Не понимаю Мне нужно Две молнии Отлично Зашибись Давай пробуем пройти Через эту штуку Может там можно будет Уже не лезть А просто реально Вот пробежать Она-то сейчас Бац Все это обогнет Что за хрень Не знаю Рапидиум Опа Подожди Рапидиум Это Рапидиум Конечно Рапидиум Я сразу понял Мы вот только сюда прибежали Я сразу понял Что это Рапидиум Что-то как-то Странно себя чувствую Я должен подойти Ближе Чтобы убедиться Так Ну я уже максимально близко Мне нужно Взять Образец Так Собираем Окей Без проблем Рапидиум Готов Так Все закончилось И теперь нужно Доложить О своих находках Где Типа на базе Я не могу поверить Этот Бесполезный Квантум Система Не такая уж Бесполезная Тогда Нужно во всем Искать плюсы Во всем Находить Что-то хорошее Естественно Это Отправляет нас Типа Это Наверное Объясняет То что я выжил Что-то такое Может он хотел сказать Ой А вот здесь Здесь хорошо Здесь вообще нормально Органикс Ни хрена Мы с тобой Сможем Залутаться Отлично Так Мы этот Типа ставим И что это нам Дает Мы ставим Такую Штукенцию А то есть Он просто Как какой-то Волхак Показывает Что под нами Находится Допустим Нажми ЛТ Выбери Сканер И получается Мы ставим Как нам Показывали Вот здесь Потом например Вот здесь Вот здесь И Вот здесь Так Так Ну вон Что-то там Есть И что Это нам Дает Ага И что Типа нам Здесь нужно Копать Или что Давай еще Поставим Без проблем Так Пахнем Например Вот сюда И вот Сюда Да Ну допустим Эта штука Уходит Вниз А Нужно Найти Именно Прям Депозит Ну давай Дальше Продолжим Это тебе Бесконечный Сканер Я надеюсь Так Максимум Вот сюда А что Не так А Все Я понял Эта штука Не бесконечная У нее есть Как бы Определенный Лимит За который Мы выходить Не можем Кроме Вот этих Вот платформ Я сейчас Ничего не вижу Но кстати Смотрим На гайд А Там прям Что-то красное Должно быть Нифига Нифига Я понял Так Секунду Тогда Давай продолжим Копать Может сюда Во 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 И типа Мы с тобой Как бы Вниз Спускаемся И пытаемся Что-то такое Найти И че мы Может вот здесь Немножко покопаем Ну как покопаем Сделаем Такой скан Самое прикольное Что когда мы Их с тобой Убираем Наш скан Не убирается То есть мы продолжаем Это все дело видеть Но при этом Столбики Уже не стоят Вот Хорошо Нашли Мы с тобой все Отсканировали Нашли Теперь можем Что делать ЛТ Майнинг Спот Билдинг мод Майнинг Да подожди Вот Так И теперь Эту штуку Мы должны Построить Нихрена себе Это прям Целая бровая Установка Так Пилоны Короче Использую пилоны Чтобы соединять Выкопанные Какие-то посты С базой А это я должен Типа провести Отсюда Туда Серьезно Ну окей Так ЛТшечка Да блин Раз Два Ну все Повели У нас с тобой Запас большой 40 метров Но вот здесь Сейчас нужно будет Вот здесь Сейчас нужно будет Ммм Я знаю Я знаю Я знаю Мы делаем Вот так Потом здесь Мы с тобой Спускаемся Ой хорошо Паркур жесткий И бежим дальше Я до сих пор Не могу поверить Если это Рапидиум Так У меня провелось Все Ни хрена Подобного Мне казалось Я идеально Сделал Но нет Так Допустим Короче Что-то он сказал Про рапидиум Что-то сказал Про А я Больше не знаю Что он сказал Но скорее всего Что-то реально Связанное С объяснением Почему он Вышел А другие нет Так Нам с тобой Кстати Может не хватить Это прям идеально Так все рассчитано Ага Все Последний столбик Нормально В принципе Я думаю Соединить сможем А куда его коннектить Вот сюда Так Ну смотри-ка Идеально Все запитали Быстрое путешествие Ты подключил Вот эту вот Майнинг Штуку К базе И теперь Ты можешь быстро Путешествоваться А путешествовать По этим штукам Серьезно Прикольно Ну окей Возвращаемся В наш корабль И что дальше Так Нужно доложить О своих находках Кому Кому доложить-то Вот этому компьютеру Наверное Да Дай попробуем Так Он у нас где Он у нас вроде как Где-то Наверное Нет Это у нас просто Нужно запомнить Что лифт Который Вот второй Он ведет По сути В отсек С припасами А вот здесь Наверное Нужно и доложить Алло Здрасте Алло Кто-нибудь слышит? Статика И тишина Я короче нашел ресурсы И там была пещера Полная чего-то Я думаю Это должен быть Рапидиум Статика И тишина Это он говорит Или Просто нихрена не происходит Наверное Ничего не происходит Ты меня слышишь Я короче Нашел Рапидиум А у тебя говорит Ну конечно Насчет Я уверен Мы с тобой Капитан этого корабля Мы уверены Что это Рапидиум И профессионал Просто на опыте Жестком Проверь это Проверить Рапидиум И как же мне это сделать Новый блюпринт Сделан Это Вомб Голубой принт Вомб Ты хочешь Что я построил Вомб Окей Вряд ли он ответит Кто он Но это Капец как странно Че за хрень Я должен быть Аккуратен Так А до задания Мы закончили Реально Такие игры Особенно Когда на английском языке Они заставляют Меня прям думать Прям вот напрягать Мозг Чтобы понять Что от меня Хотят Да я пробуем Построить Вомб модуль Вомб Так А мне не хватает Чего Мне не хватает Четыре Металла А у меня их Три Ага То есть Мне нужно Типа выйти На оружию Я могу Сотелепортнуться А сюда могу Не могу Тогда я выхожу На базе И мы с тобой Бежим Лутать Металлы Если нам понадобится Рапидиум И то что добывается Там Мы конечно же Сбегаем А пока что Добываем Что то для Вомба Так А сюда можем Спуститься Аккуратненько Ух Нихрена там Не лучше Не рисковать Давай еще раз Сюда прибежим Может тут Восстановились Металлы Да смотри Ко можем добыть Хорошо У нас теперь С тобой их Девять Мы сможем Вроде как Даже сразу Два модуля Построить Это вообще Замечательно Возвращаемся Возвращаемся И строим Какой то Вомба Окей Пока что Сюжета Реально Не хватает Пока что Вот все Это исключительно Геймплей Так Строим Значит Вомб Вомб Нифига себе Вомб здоровый Ты ты чё Вомб очень большой Ну конечно сюда Да Нет Куда Так А мы с тобой Не сможем Здесь зайти То есть Нам нужно Подожди Дилемма Нам нужен Один лифт Вот сюда Тихо И вот сюда Нужен Вомб Идеально Миша Дакстер Все разрулил Так И уже теперь По этому лифту Мы можем с тобой Спуститься Окей Я построил Вомб И чё я должен Вообще там делать Судя по зародушу Нарисованному Это реально Что-то для Того чтобы людей Как-то выращивать Так Рапидиум Короче Вот мы с тобой Подходим К описанию Этой игры То что вот Типа бесконечная Копия Версии себя Вот походу Сейчас он и начнет Себя плодить Так Окей Короче Рапидиум Овечка А ну конечно Что же еще Мы хотели себя создать Получилось овца Вот это очень прикольный момент Опять же Кинематографичная Заставочка Вот таких бы побольше На самом деле Так и чё Должите результаты Мне нужны имя Я думаю Буду тебя звать Молли Овечка Молли Нормально Так Мы с тобой Получается Идем докладывать Идем докладывать Наверх Идем докладывать Наверх В прямом и переносном смысле Надеюсь Что этот чувак Нас не обманывает Он все таки Какой-то Хороший Хотя у нас нет выбора Ему не доверять Короче я построил Вомпы Из рапидиума И короче Пример На самом деле Меня удивил Но это работает Я клонировал овцу Да это все таки Не надо читать Это просто Ужасные звуки И статичная картинка Эй ты меня слышишь Я У нас есть овца На борту Ты теперь ответственен За две жизни Успех Ты реально Нашел рапидиум Эээ Эээ Так ты мне теперь поможешь Я реальный герой И мне понадобится помощь Эмиссент опасен Активность Эээ Давай попытаемся понять Да я знаю это Но Я просто строитель Я не тренировался Двигаться Точнее Передвигать базу Самостоятельно Но ответов нет И все Так что дальше Собрать восемь органических материй У аутпоста Восемь органических материй Аутпост Это что вообще У нас очень много Сразу Заданий Которые мы должны делать Себа база Рапидиум Органика Эвакуационная процедура Удивительно Так мы можем еще Кого-то клонировать Давай на всякий пожарный Попробуем Мало ли что Рапидиум А ты мы вроде Дофига добыли Может и нас Сможем клонировать Овца реально Овечка Молли Здорово Привет Молли Ты не укусишь Не правда ли Ты не должна Это клонированная Овца Просто Век технологии Охренеть Мы в будущем Так ну мы собственно Просто ее погладили И больше ничего не происходит Здесь мы также Как бы параллельно Запустить еще один процесс Не можем Соответственно Что от нас Блин хотят 8 органических Материй Из аутпоста А Аутпост Это то что мы с тобой Как раз таки Вот эти вот провода Что ли провели Наверное да Или может Кого-то что-то Надо построить Я не знаю Воркшоп Элеватор Нет Строить пока что Ничего не надо Давай тогда Выйдем И выйдем Сразу вот сюда Ну да Смотри Органик метр А как это все добыть А легко Тихо Тревел нам не нужен Нам нужен Вот это 8 штук Одна 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 И все закончилось Так Между 9 и 6 утра Радиационные уровни На планете Становятся Смертельно опасными Вернись на базу Перед тем Как будет пипец А я понял Пипец наступил Кажется да Кажется что-то До свидания Game over Радиационный уровень Оказался пипец каким Так а что по сохраняшке А все плохо А мы с тобой не сохранились Ну короче 15 минут назад была сохраняшка Это звездец То есть нам нужно снова добежать Снова эти штуки ставить Я думаю что мы этим уже заниматься не будем А сделаем просто вердикт Наш с тобой первое впечатление По данной игре Игрушка хорошая Игрушка прикольная Видно как бы что сделано качественно Видно что Там и озвучка И крутые катсцены Кинематографичные И все это конечно же присутствует И скорее всего когда она выйдет Она будет стоить явно больше Даже наверное полутора-двух тысяч Потому что ну реально Видно что разработчики Вложили в это все дело душу И действительно она найдет Своего геймера Своего пользователя Но к сожалению Это буду не я Потому что Как я уже сказал Такие просто игры Записывать их очень сложно Потому что Либо это летсплей на 50 серий Которые там уже начиная Дай бог даже с 10 Нафиг никому не нужны Либо же Это очень такой Поверхностный смотр Без вникания Без чего-либо Что как мне кажется Тоже не совсем верный шаг Поэтому Мы с тобой сделали Первое впечатление Игрушка хорошая Уверен что возможно Кто-то из вас Мои дорогие зрители Также заинтересуется Приобретет ее в стиме И будет в это все дело Играть Тем более если тебе нравится Тематика Как я уже сказал Космоса Шелтера Вот этих всех убежищ Добывания ископаемых То явно Мне кажется Здесь есть На что Посмотреть К чему приглядеться И все в таком духе Но если вам понравился данный видосик Обязательно поставьте ему Большой палец вверх Также не забывайте Подписываться на канал Нажимать на колокольчик Включать там все уведомления Чтобы быть в курсе Выходы новых видосов И также подписывайтесь На все ссылочки из описания В том числе на телеграм Круппу вконтакте А также на бусте Ну а с вами был ваш Дакстер Всем хорошего настроения Всем удачи И всем пока-пока Шпойнк это Дакстер Шпойнк это стиль Это слово в твоей голове Шпойнк это знамя Шпойнк это крик Это то, что в моем рукаве